«Крохоплыви» – так называется проект 201-го Чебоксарского детского сада. Помимо самих дошколят, детсадовский бассейн посещают малыши грудного возраста. На одном из таких занятий побывала наша съемочная группа. Погружение, динамичные покачивания, отталкивание от стенки и даже ныряние. В 8 месяцев Александра выполняет эти упражнения на ура. Мы ходим уже с третьим ребенком в этот бассейн, к этому же инструктору, к Сталине Валерьевне. В принципе, уже до рождения ребенка, уже целенаправленно хотели заниматься. После рождения мы пришли в бассейн в 4 месяца. Ребенок очень общительный, очень эмоциональный. По развитию немножечко опережает среднестатистических детей. В 4 месяца Саша самостоятельно встала на коленки. В 5 начала ползать, а в 8 ходит, держась за стенку. Такой результат – итог совместной работы родителей и тренера. Новорожденные от природы обладают умением задерживать дыхание. Долгое время вода была их естественной средой обитания. Именно поэтому учить плаваться ребенка не нужно. Он и так это умеет. После истечения 3 месяцев, если ребенок не приходит в бассейн и не плавает в ванной, все навыки плавания у него утрачиваются. Когда он рождается, как только попок заживает, его можно уже купать. Но начинают его купать дома, сначала в кипяченой воде. После того, как ребенок достигнет двух месяцев, мы можем его принять. Дети учатся сначала плавать с поддержкой рука под грудью, потом на спине. Учимся параллельно задерживать дыхание. Помимо грудничковой группы в детском саду занимаются еще две. Дети с полутора до трех лет и с трех до синими. А совсем недавно открылась плавательная группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Специально для них в бассейне установили подъемник. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.